Посмотрел поверхностно-экономический российский форум Валдай, на котором принимали участие, кроме Путина, еще и наш президент Казахстана Такаев. Я бы не назвал, конечно, этот форум экономическим, скорее он пропагандистско-милитаристский форум. Путин произнес очень много всякой чепухи по поводу мирового терроризма, по поводу межэтнического согласия внутри России и так далее, и тому подобное. На фоне протестных акций в Бурятии, в Калмыкии, все это выглядит, конечно, очень-очень-очень глупо, я бы сказал. Я старался посмотреть этот форум только в той части, в которой он непосредственно касался Казахстана. И сделал для себя вывод, что Валдайский форум явно несет в себе все признаки антиказахской направленности. Сразу можно уже и в сотый раз, наверное, и не в последний раз затронуть тему облязов и ДВКшников, и наших облизуидов. Очередное доказательство теперь от самого Путина, что они являются все путинскими агентами. Поднималась проблема трансграничных перевозок. Первый канал выпустил по этому делу целый сюжет и обозначил на карте основные трансграничные маршруты перевозок товаров, в том числе из Китая в Европу и обратно. И самое удивительное, конечно же, Казахстан в этих проектах, по мнению России, участвовать не должен. Прежде всего, это, конечно же, общие экономические интересы. Для этого необходимо развитие современной морской, автомобильной, железнодорожной инфраструктуры. Так, по словам Владимира Путина, один из общих для всех стран торговых маршрутов пройдет с севера на юг. По России из Европы через Каспий в центральные азиатские государства, Иран и Индию. Другой соединит российские порты на Балтике с портами Желтого моря, сделав ближе Европу и Западной Китай. Третий глобальный торговый путь Арктика – Сибирь-Азия. На наш взгляд, граничные, транснациональные транспортные артерии служат ключом, стимулом к выстраиванию отношений, основанных не только на естественной конкуренции, но и, что очень важно, на солидарности. Потому что, если не будет политической или экономической стабильности в одной из стран, через которую проходят маршрут, не заработает и вся цепочка. И поэтому соседи естественным образом должны стремиться к процветанию друг друга. Ответ Такаева на такие кремлевские заявления на форуме Валдая, я бы сказал, был предельно четким, предельно ясным, и я бы даже сказал наглым, что, собственно, и нужно было делать. В общем, молодец Такаев. Вот смотрите его ответ. Следующий вопрос президенту Такаеву. Ваша страна находится между двумя крупными державами – Россией и Китаем. Вы упомянули о вашем участии в процессе сопряжения ваших проектов с проектом «Один пояс – один путь». Вы упомянули о вашей активной роли в развитии евразийской интеграции. То есть вы участвуете одновременно в проектах, которые продвигают и Россия, и Китай. И как вам удается гармонизовать ваши отношения с этими крупными двумя странами? Это вполне естественно. Как вы сказали, Казахстан расположен между крупнейшими азиатскими государствами. С Китаем протяженность границы 1700 километров. Что касается России, то у нас самая протяженная сухопутная граница в мире. Поэтому, говоря о нашей инфраструктурной программе и китайском мегапроекте «Один путь – один пояс», а также о Российской Федерации, которая развивает собственные программы, я думаю, что можно говорить не только о гармонизации, но и о синергии указанных проектов. Все это выгодно для Казахстана, поскольку без участия нашей страны, по сути дела, китайский мегапроект «Нового шелкового пути» не реализуем. И вполне можно понять, и вовсе не случайно, что председатель Си Цзиньпин впервые обнародовал концепцию «Великого шелкового пути» именно в Казахстане в 2013 году. Мы считаем, что эта концепция в случае ее сопряжения и последующей синергии абсолютно выгодна для нашей страны. В своем выступлении я приводил цифры. В 2018 году в бюджет дополнительно поступило 3 миллиарда долларов. Мы рассчитываем на увеличение доходов от участия в данном мегапроекте. В целом, в современном мире добыча и продажа природных ресурсов, конечно же, занимает видное место. Но в самое ближайшее время по доходам вполне возможно. На первое место могут выйти транспорт и логистика. Именно транспорт и логистика будут обеспечивать процветание соответствующих государств, поскольку будут содействовать развитию промышленности, индустрии. Но и самое главное, будут содействовать развитию малого и среднего бизнеса, вовлеченных государств. Поэтому Казахстан будет продолжать наращивать усилия с целью участия в данных мегапроектах. И что касается Евразийского экономического союза в своем выступлении, я сказал, что это тоже очень важное интеграционное объединение, которое, в принципе, сопрягается, естественным образом сопрягается с концепцией шелкового пути. Ну и напоследок нашего президента на этом российском шабаше, конечно же, оскорбили. Я, правда, не понял в конце, кто произнес шутку, то ли ведущий, то ли Путин. Ну, всем понятно, что ведущий – это путинский человек. Значит, будем считать, что это путинская шутка о том, что Такаева сравнили с Саддамом Хусейном. Непонятно почему. Совершенно непонятно почему. Эта шутка, она граничит на грани фола. И можно даже по этому поводу и протест выразить на уровне МИДа, я считаю. Вы много на эту тему говорили, но, тем не менее, видимо, все равно есть спрос. За истекший год был целый ряд событий в сфере ядерной стабильности, они такие разнонаправленные. С одной стороны, Соединенные Штаты вышли из договора РСМД, много дискуссий на эту тему, Россию обвиняли. С другой стороны, после этого господин Болтон, который был главный сторонник выхода, он работу потерял. И президент Трамп, значит, в общем, как-то этим обозначил, видимо, что-то другое. Дискуссия по договору СНВ идет, пока непонятно в какую сторону. Вы год назад, вот мы сидели с вами на этой сцене, и вы тогда сказали яркое очень выражение, что в случае, не дай бог, ядерной агрессии, агрессоры сдохнут, а мы в рай попадем. Вот за этот год мы краю ближе стали? Мы все всегда одинаково близки к Господу, и Он определит, где нам находиться после окончания нашего земного пути. Но ситуация лучше не стала, конечно. Она ухудшилась в связи с выходом Соединенных Штатов из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Это очевидно для всех. Теперь мы ждем следующего решения. Больше того, я думаю, что тот факт, что очень быстро после объявления о выходе Соединенных Штатов испытали такую ракету средней дальности наземного базирования, говорит о том, что они давно над этим уже работали. За пару месяцев такие задачи технологически не решают. Это значит, что работали уже минимум несколько лет над этим. А все остальное, был осуществлен поиск предлога для выхода, он был найден. Думаю, что не очень удачно на самом деле, потому что никаких оснований обвинять Россию в том, что она что-то нарушала, не было. Наоборот, нам все время говорили, что системы ИДЖИС не могут быть использованы для пусков ракет средней дальности наземного базирования. ИДЖИСы, которые стоят сейчас уже в Европе, в Румынии, скоро в Польше будут стоять. Но говорили, что нет, это невозможно использовать. А потом бом, и сами объявили о том, что пусковые системы ИДЖИС были использованы для запуска этих ракет средней дальности. Ну, хоть бы, не знаю, паузу сделали побольше. Ну, ясно, что нас надували или пытались надуть. Потом сами в этом признались. Ну, бог с ним, дело не в этом. А дело в том, что ситуация лучше не стала. Значит, мы имея в виду такое обострение, сразу сказали, я сказал сразу, что мы будем делать то же самое, но заранее объявляем, что мы не будем размещать ракет, если они у нас появятся, наземного базирования средней дальности, в тех регионах и до тех пор, пока в этих регионах не появится система американского производства. Ну, сказал раз пять. Никто не реагирует. Ни в Штатах не реагировали до сих пор, ни в Европе. Как будто оглохли. Не слышат. Вы понимаете, здесь же много специалистов, я думаю, что вам лишний раз объяснить не нужно. Ну, сказал раз, два, пять. Ну, сколько можно еще? Тишина. Вот, никакой реакции. Ну, значит, потом вдруг услышали от американских военных, что первый шаг в этом направлении будет сделан как раз в Азии. Ну, она нас затрагивает, потому что надо понять, где в Азии. Будет доставать это российскую территорию или нет. И, кстати говоря, сразу понятно, что было первопричиной выхода. Не Россия и не мифические нарушения нами договора. Если они собираются ставить в Азии, то, значит, Азия является первопричиной выхода из этого договора. Я думаю, что экспертам это понятно. И как бы это не замалчивалось прессой, это очевидный факт. Вот мы сегодня обсуждаем проблемы Азии. Ну, будем смотреть за дальнейшими шагами. Где в Азии появится, как, кому будут угрожать. Хорошо это или нет? Очень плохо. Потому что наверняка будут адекватные зеркальные ответы. Будет это улучшать ситуацию в Азии или нет? Нет, не будет. Будет только ухудшать. Будет создавать новые угрозы. Но я очень рассчитываю на то, что пока окончательных решений не принято, есть еще определенные возможности для урегулирования этой ситуации. Кашин Жамар Кемегович, а если этот вопрос вам переадресовать, вы могли бы несколько слов сказать на эту тему? Вот по вопросу Федора Луфьяна. Вопросы... Насчет, кто ближе к Богу, окажется... Нет, насчет... Это тоже интересно, но вообще... Вы сказали, вы сказали ваши речи о глобальном лидерстве Казахстана в вопросах ядерного разоружения. Это, безусловно, имеет отношение. Вопросы... Действительно, у нас есть и моральное, и политическое право говорить об этом, потому что указом президента в 1991 году был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. И с тех пор мы говорим о том, что о важности ядерного разоружения. При этом понимаем, что, конечно же, эта проблема очень сложная. По сути дела, договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 года не работает. Появились де-факто ядерные государства, появились так называемые пороговые государства. Но по-любому надо, конечно же, стремиться к безъядерному миру. И поэтому Казахстан был и остается приверженцем именно такого мира. Ну а все остальное, это, конечно же, за членами ядерного клуба, за теми государствами, которые хотят стать ядерными. Но обладание ядерным оружием в современном мире – это не есть гарантия безопасности и особенно экономического процветания. Иногда лучше не иметь ядерное оружие, но зато привлекать больше инвестиций в свою экономику, поддерживать и развивать хорошие отношения со всеми государствами мира, что делает Казахстан на практике. Саддам Хусейн тоже так думал. В целом, конечно же, Валдайский форум для Такаева – это тяжелое мероприятие, это видно невооруженным глазом. Между Россией и Казахстаном накопилось немало нерешенных проблем. Это тоже бросается в глаза и по неуместным шуткам, и по непонятным комментариям ведущих и самого Путина. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово и до новых скорых встреч.